Ух ты, гнездо с яйцами, смотрите. Скажут, идите вы нафиг из Санкт-Петербурга. Говорят, это из-за того, что его поджигали, и он горел. Мы подчинились. Но он все равно не забылся. И никто этого на протяжении трех дней не заметил. И снова полило. Холодно, я и штаны забыла одеть. И без следов побоев. В течение дня погода менялась раз двадцать. Судя по обводам, она стальная. Наш видеоблог заканчивает свою работу. Поэтому в этом выпуске видеодневника вы увидите целых два дня. Сегодня с самого утра зарядил дождь. А нам нужно в кокпите рекоментировать движок. И идти в магазин, до которого минут двадцать пёхом. Витя собирается на второй раунд борьбы с топливным фильтром. В добрый путь в кокпит. Повозившись движком в кокпите, Витя отправился в магазин за топчастями. И вернулся оттуда не в духе. Знаешь, большинство людей не любят смотреть, чтобы их снимать, как они работают. Я в большинстве. И на этой торжественной ноте наш видеоблог заканчивает свою работу. Именно так могло выглядеть это видео, если бы не моё упорство и упрямство при съёмке видеодневника. На самом деле, Витя был расстроен тем, что вчера при разборе двигателя он сломал несколько болтов. А замену за целые сутки он не смог найти ни в одном из работающих магазинов. Ситуация осложнялась тем, что это был разгар майских десятидневных каникул. Но перспектива простоять здесь ещё неделю нас совершенно не прилищала. В надежде хоть как-то чем-то помочь, я предложила опубликовать пост в Инстаграме с описанием данной проблемы. Возможно, среди наших подписчиков есть жители Питера, которые могут чем-то помочь. И вы знаете, это сработало. Мы получили очень много комментариев, сообщений в директ, с адресами магазинов, с рекомендациями обратиться к токарю. Такая поддержка не дала нашему духу. Огромное всем спасибо! К вечеру Витя смог найти в одном магазине два нужных нам болта. Но забрать их сегодня уже не получалось, поскольку магазин закрывался. Оставалось ждать завтрашнего утра. Где-то в 6 часов вечера нам позвонили из администрации яхт-клуба и сообщили, что завтра будет пускаться лодка хозяина того места, на котором мы стоим. И предложили отбуксировать нас на другой причал. Продолжение следует... Продолжение следует... Чего? Это я что-то не успела. А? Ну, мне в нем холодно, я и штаны забыла одеть. Я уже когда вышла, поняла, что я без теплых штанов вышла. Буксируемся по историческим местам. Чумной форт Александр. Дальше вот какой форт, не знаю, если честно. Александр по его черным стенам легко узнаваемый. Сегодня прямо ждиль на море. Ну, сейчас совсем мелко, а там вообще была гладь. Сейчас выкинут нас за ворот. Сейчас выкинут нас за ворот. Скажет, уйдите вы нафиг из Санкт-Петербурга. Санкт-Петербурга. Продолжение следует... 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 На улицу вышло солнышко, соседняя яхта ушла снимать мачту, вечером вернуться, а завтра они уже уходят в сторону ДНЖК. Впервые за долгое время вышло солнышко, друзья, прям вообще не верится. Реально тепло, ветра нет, штиль, посмотрите, вода просто гладь, гладь, класс, класс. Видите, еще не вернулся из магазина, уже несколько часов ездит по Москве. Один из наших подписчиков, очень мы ему благодарны, по имени Андрей, вызвался помочь. А тем временем еще несколько человек приходили, тоже говорили, в каких магазинах можно посмотреть этот несчастный болт. Огромное всем спасибо, я надеюсь, что после установки этого болта мы все-таки сможем завестись и идти дальше. Утки плавают. Вон там вот мемориал. Я вылезла пройтись, посмотреть вот эту яхту. Судя по обводам, она стальная, может алюминиевая. Номер старый. Большая, красивая такая, на такой можно и в кругосветку. Ой, смотрите, здесь уточки, у них здесь гнездо, что ли? Ух ты, гнездо с яйцами, смотрите. Обалдеть. Если честно, первый раз такое вижу. С ума сойти. Не буду долго стоять, чтобы они вернулись и высадили свои яйца. Экскурсии ходят. Видите, по дамбе. Там вон маяк. Вот он маяк, видите, за этим корабликом. Наверное, к маяку идут. А мы готовим обед. Флаг надо поправить. И ждем вечер. Ну вот. Пол часика солнечной тихой погоды и снова полило. Ну вот, Витя вернулся. Добыл заветные шурупчики. У нас нет никакой накидки на кокпит. И вот Витя пока ездил в поисках болта, заехал в бекатлон и купил какой-то тент. Сейчас мы посмотрим, что за тент. Будем надеяться, что он нам пригодится для этих целей. Потому что Витя два дня ковырялся в кокпите в движке под проливным дождем, который здесь перманентно не прекращающийся. Хотя вот сейчас дождя нет. Редкий случай. Через пять минут, возможно, он пойдет. Размер обещанный 2,85 на 2,85. Только он кривой. Он не кривой. В смысле? Спешный. Мне кажется, он спешный. То есть образца, к сожалению, не было в декатлоне развернутого, чтобы оценить. Вот такая штукенция. Ну, здесь, наверное, надо натянуть какую-то веревку, а не на этот. Вот такая штукенция. Ребята, у меня плачет Олежка. Надо к нему уйти, он проснулся. Как повесим, я вам обязательно сниму и расскажу, что получилось. Так. У нас палатка. Сейчас я покажу, как она выглядит снаружи. Так. Вот так. Просто ноги кадета. И все, да? Я могу сделать ее в два раза больше. Растянуть туда дальше. Ну, просто сложно пополам. Ну, тогда заперекроем солнечные панели впереди. Да и не нужно, я так считаю. Ну, в принципе, да. А назад тут. Вот, все. Видишь, заканчивается. Нормально. Отличная палатка. Во сколько обошлась? В 3000. В 3000 в декатлоне. Со всеми люверсами или как называется правильно? Ну, веревочки. Ну, веревочками, на которые можно растягивать. А вон и Олежка, проснувшийся. Мазюка, мазюка. Пока вы сидели там в тепле, вон, смотри, капли вокруг. Ну, что, не просто так здесь? Я набрызгал. А дождь уже что-то прошло? Вон, видишь, всякая шифра. Только ты вешал. Только что я выходила, дождя не было. Пока вот Витя вешал палатку, дождь уже успел пройти. А опять солнце? Да. Питерская погода. Питерская погода. Старый топливный фильтр. На нем вот видны следы побоев. Когда я пытался его снять, помогли вот эти вот побои. Проникающее ранение в губ фильтра. Впоследствии использования рычага проникнувшего предмета. Для того, чтобы повернуть. Отверткой? Отверткой. Ну, точнее, это была стамеска, которая в процессе проникновения тоже развалилась. Ну, ты разрушил все. Да. Ну, и вот так вот я вот такие открутил. Но, к сожалению, откручивая этот фильтр, я снял кучу всего, чего потом не смог правильно поставить обратно. И теперь мы имеем еще больше гумороза с ремонтом. Ну, наши рычаги для скуки. Витя опять пытается завести мотор. Пока безуспешно. Это плохо. Так, закрыть вам фильтр? Закрыть. Готовы выслушать. Фильтр поменял. Тополь нам в систему точно поступает. Но все равно не заводится. Есть предположение, что система завоздушилась. Но, не знаю. А что делать? Надо вызывать дизелисты, которые переберутся и станут. Пойди. Пойди. Яхта и ремель возвращаются со спущенной мачты. Мама, ты. Мама, ты. Торму, вот сюда. Мама. Да, да, да. Смотри на водку. Мама. 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 Дайте больше. Мама. 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 Акула? Мама. Дайте больше. Папа! Вить, ты вот здесь можешь перекинуть? А то снесете. Ребята, делюсь с вами радостной новостью. Мы подчинились! Ура! Это невероятное ощущение. На самом деле поломка оказалась вообще в другом. Там даже была не поломка, а по недосмотру мы один рычажок не опустили. Да-да, друзья, вот он, тот самый рычажок подачи топлива. Двигатель глушится его подъемом вверх. О том, что его нужно еще вручную опускать вниз, я не знала, когда глушила движок. Рычаг подачи топлива так и остался поднятым. Подача топлива перекрытой. И никто этого на протяжении трех дней не заметил. На наше огромное счастье на соседнюю яхту Иеремель в этот вечер приехали гости по совместительству оказавшиеся нашими подписчиками. Именно они заметили этот поднятый рычажок. Всем, кто участвовал, кто помогал, кто подсказывал, спасибо всем огромное. Я просто счастлива этой эмоции. Спасибо. Смотрите, какой шикарный закат в форте Константин. Вечер сегодня ясный, несмотря на то, что в течение дня погода менялась раз 20. То солнце, то дождь, то солнце, то дождь. Для Питера это нормально. А я, наконец-таки, вытащила детвору погулять. Идем к маяку. Смотрите, как красив в лучах закатного солнца форт Александр. Он, конечно, выделяется на фоне всех остальных сооружений, своими черными-черными, такими неприглядными стенами. Говорят, это из-за того, что его поджигали, и он горел. Но точно, если честно, я не знаю. Субтитры создавал DimaTorzok Шикарный вид на закате с батареи форта Константин. Шикарный вид на закате с батареи форта Константин. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok